Девушки отдыхают А ты можешь сделать так, чтобы эта картина ожила? Сейчас, сейчас поколдуем Астрологи говорят, что 2014 год будет очень динамичным, как и его символ Год будет успешным для людей с активной жизненной позицией И даже тем, кто не привык рваться в бой, отсидеться в сторонке не получится Вот такой звездный расклад Первое полугодие, оно будет более спокойным, потому что есть такая планета Юпитер Она движется по знаку Рак, это семья, дом, традиции Соответственно, первое полугодие лучше посвятить, скажем так, нашей семье Но во второй половине года звездный расклад меняется Юпитер переходит в знак Льва Это знак славы, искусства, в общем-то, очень ярких, одаренных людей Я думаю, что для творческих людей, для людей искусства И вообще, кому есть что показать и предъявить миру Это будет очень благоприятный период Год лошади хорош для создания семьи, рождения ребенка, поступления в ВУЗ, развития бизнеса и строительства Лошади очень чистоплотные животные, поэтому новый 2014 год лучше начать с генеральной уборки Проверь, чтобы в доме все четко работало, начиная от часов и заканчивая сантехникой В чистом, светлом доме встречай праздник в кругу родных и близких Большой, веселой компанией Что-то жарко тут у вас, да и домой мне уже пора, в лес Мама, ну скорее загадывай желание, Дед Мороз сейчас уйдет Но я боюсь, что мое желание Дед Мороз не исполнит Потому что я хочу, чтобы мне было сейчас столько лет, сколько тебе Ой, я что-то придумал Коля, какой ты молодец Это же журнал Мурзилка, смотрите дети, 1990 год, год лошади, а мне было столько лет, сколько тебе сейчас Вернулась в детство и полистала любимый журнал Кстати, Мурзилка попал в книгу рекордов Гиннеса В год лошади ему 90 лет, а этим открыткам 24 года Дети с удивлением узнали о традиции отправлять открытки по почте Мне понравилось, как высадка сделала, пусть она еще так сделает Главный амулет предстоящего года это, конечно, подкова Настоящие золотые, серебряные, деревянные подковы дарит всем на счастье Пусть и новогодний стол украсит блюдо, выложенное в виде подковы На удачу в 2014-м Есть такая традиция, она загадывает желание 31 декабря Но дело в том, что наступающий год имеет такую особенность, что 1 января это новолуния И желание лучше загадать 1 января ближе к вечеру Желаю, чтобы сбылось В эту ночью в поле с конем Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Сяду я верховно ходя Ты неси по полю меня По бескрайнему полю моему По бескрайнему полю моему Хорошо, если в новогоднюю ночь у вас будет возможность пообщаться с живым символом года Погладить его гриву и загадать желание, которое обязательно сбудется Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!